На днях в селе Шушкодом состоялась торжественная церемония увековечивания памяти и открытия камня на месте смотра парада 76-й кавалерийской дивизии на Тертинском поле. Открытие камня совпало с памятной датой, которая ежегодно отмечается в нашей стране 9 декабря – День Героев Отечества. На мероприятии присутствовали представители общественных организаций, жители села Шушкодом, родственники и дети участников Великой Отечественной войны. Сколько бы лет не отделяло нас от этой страшной войны, но героический подвиг народа навсегда останется в памяти всех поколений. И этот героический подвиг, самоотверженность мы должны донести до молодого поколения. Мы должны знать, сохранить и передать следующим поколениям, кто защитил нашу страну от фашизма, кто подарил нам счастливую жизнь. И эту историю, их подвига, их жизни мы не только должны помнить, но мы должны ее увековечить. Действительно, завтра у нас установлена в Российском государстве еще одна памятная дата. Это День Героев Отечества, 10 декабря теперь отмечается данная памятная дата. И очень здорово, что в преддверии данной памятной даты мы еще раз вспоминаем те страшные годы Великой Отечественной войны. И создаем историю, историю, скажем так, данной войны на территории нашего муниципального образования. В этот день я хотел бы выразить слова признательности. И, наверное, здорово, что на территории района у нас есть неравнодушные люди, которые зажигаются идеей и продвигают ее. Потому что, наверное, немногим был известен данный факт. А может, кто-то просто не придавал этому данного значения. Но вот благодаря, я просто хочу сказать слова благодарности Евгению Васильевичу за то, что вот его благодаря настойчивости, вот именно пониманию всей этой важности этого момента. И спустя определенное время была проведена определенная работа. И вот сегодня мы с вами присутствуем на этом памятном торжественном мероприятии. И это здорово. И самое главное, роль данного мероприятия, она позитивна именно для детей, для подрастающего будущего поколения. Потому что это вот наглядный пример, когда мы помним свою историю. Не то, что помним, мы обязаны ее помнить и будем помнить. И вот сегодняшний пример сегодняшнего мероприятия, открытие памятного камня и памятной доски о тех страшных событиях Великой Отечественной войны. Вот, наверное, самое главное, то, для чего мы все с вами и органы местного самоуправления, и общественные организации вообще мы существуем. Для того, что мы должны создавать и помнить свою историю. Символично также, что здесь сегодня присутствует у нас и ветеранская организация. Связь поколений. Наверное, вот то, чем необходимо сегодня жить. Передавать свой опыт, свои знания, свои воспоминания о тех страшных событиях. Ну, а для Буйского района это еще одна открытая страница. Страница, скажем так, участия жителей. Вообще, Буйского района, тех страшных событиях Великой Отечественной войны. Здесь формировался тот боевой дух, который затем воплощался в наши славные победы. Парад под Тертиным принимал прославленный герой гражданской войны маршал Советского Союза Семен Буденный. В те тревожные дни Великой Отечественной войны в 41-м, 42-м годах на территории бывшего Ильинского, Ожоговского, Заломаевского, Дурского сельских советов формировалась к боям 76-я кавалерийская дивизия под командованием генерал-майора Шарабурка. Основой ее составляли башкиры. В народе дивизию так и называли – башкирская. Война – это страшное бедствие для всего народа. И люди этого участка, нашего участка, маленького уголка, внесли свой вклад. И немалый вклад. Я еще раз повторюсь. Дело в том, что здесь, на этом участке, я очень хорошо помню кавалерийскую дивизию генерал-майора Шарабурка. Занимались они здесь значительно место. Здесь же, здесь же, было, были организованы приемы детей, маленьких детей, то есть лагеря эвакуированных детей. На этом же участке принимали людей, которые эвакуировались из Ленинграда. Так это ли не честь людям, которые все это принимали и проводили в жизни? А уровень жизни, кто помнит, могут сказать, что был очень-очень тяжелый. Оставались женщины, мужчины ушли на фронт. Остались женщины с детьми. И эти женщины выполняли всю работу и за себя, и за мужей, и для тех, кто служил в армию. А позднее собирали посылки со своих участков, со своих животных, вязали варежки, носки и присылали нам на фронт посылки. Так что доля людей, этих людей, которые здесь жили, довольно-таки большая. Это герои наши. Должны помнить об этих героях, потому что они дали жизнь людям, жизни сегодняшнему поколению. Сегодня мне хочется пожелать молодым, чтобы они помнили об этом. Без этой памяти жить невозможно. Растите, учитесь как можно лучше. Все это в жизни пригодится, обязательно пригодится. И мне хочется пожелать вам всем, и детям, и взрослым, здоровья, благополучия. И, пожалуйста, не забывайте, что пожилые люди ждут вашего внимания. Те, которые прошли очень тяжелое время жизни. Конники прибыли в начале ноября 41-го года и были расквартированы в деревнях по эскадрильно. Проживали в домах совместно с сельчанами. Вот что сегодня происходит, это настолько трогательно, настолько сколько воспоминаний, которые мы ощущаем непосредственно. Вот кто, хотя каким-то образом коснулся войны, не самой непосредственно войны, на войне мы не были, но мы были как бы участниками всех этих событий. Помню вот этих солдат, конечно же, я в лицо их не помню. Но детская память, она, конечно, устойчива. Вот я видела, как вот эти солдаты с горки от Чанцова к нам спускались на конях. И кто, я откуда знала, что их будут расселять по нашим домам. У нас дом был очень огромный. И к нам поселили 18 солдат. И 18 лошадей стояло на дворе. Вопрос об установлении этой памяти рассматривался несколько раз на президиуме Совета ветеранов. Несколько раз мы поднимали этот вопрос. Но как-то все вот отходило. Всякие дела были разные. Но все-таки получилось. А какой вклад внесли Евгений Васильевич и Галина Викторовна, то это, конечно, неоценимо. Вячеслав Александрович, который все сделал, по сути дела, вот эту велическую работу, это сделал он. Низкий поклон вам, дорогой. От президиума низкий поклон. От президиума низкий поклон. От президиума. Низкий поклон. Действительно, вы столько сделали. Будем помнить всех этих солдатиков, которые погибли за нас. И мы остались живы. Всем вам низкий поклон и уважение от ветеранов. Будьте все здоровы и счастливы. Право открыть камень на месте смотра парада 76-й кавалерийской дивизии предоставили ветерану войны Софьи Путивской и ученику Шушко-Домской школы имени Ивана Архипова. Минуты молчания присутствующие почтили светлую память всех погибших на этой войне и умерших от ран после войны. Особая благодарность по установке камня была выражена председателю районного собрания депутатов Вячеславу Ягодину, Сергею Тарасенко, Николаю Охраменко, Ивану и Надежде Асаевич, Евгению Веселову и работникам Центра досуга, библиотеки, подростково-молодежному клубу, директору Шушко-Домской школы Елене Молчановой, Сергею Делову и Василию Киселеву. Продолжение следует...